Ну что ж, следующая часть нашего вечернего Морализонского балета. Итак, Валерий Пекарь у нас в студии. Не экономист, не политолог, ни в коей мере нет. Это громадянский оперативный штаб. Вот в таком лице и качестве мы его сегодня видим в студии. Добрый вечер. Да, а говорить будем о все-таки экономических аспектах происходящего. Потому что понятно, что на Востоке Заваруха и будет продолжаться. Понятное дело, что на фоне всего происходящего скачки с курсом доллара не будут не беспокоить пересечного громадянина. При этом правительство заявляет о пакете реанимационных мер по спасению экономики в создавшейся ситуации. И о пакете непопулярных мер. Но при этом, говоря о непопулярных мерах, непопулярны они по отношению, как правило, к просто гражданам, а также среднему и мелкому бизнесу. Что касается олигархических капиталовложений, как-то особо непопулярного я в предложенном пакете не обнаружила. Валера, оцените происходящее. Ну, по-перше, я хочу сказать, что украинская экономика надзвичайно живуча. Потому что пережить Януковича, который щороку вынимал с этой экономикой абсолютно астрономические суммы, такого приблизно порядка, как сама экономика в целом, и не завалиться, ну, я не знаю в свете такой экономики, яка бы пережила это и была еще какой-то нормальной даже после этого. Ну, народ это связывает как раз таки с тем, что основной оборот как товаров, так и денег шел в теневом секторе. Поскольку мы сейчас говорим, собственно, об официальном слове, со складывающимся из официального налогообложения, то здесь, в общем, трагедия и трагедия, но живем-то мы в другом измерении. Ну, так чи иначе, так чи иначе, ми розуміємо, що величезні суммы, як крутилися в корупційній сфері, так і виймалися в корупційній сфері. Причому, це була піраміда, все було побудовано таким чином, щоб виймалося, заходило знизу, виймалося зверху. І при цьому, це означає, що, якщо просто перестати красти в таких масштабах, як це робила сім'я Януковича, то це означає, що вже економіка буде здорова. Якщо просто перестати виймати ці гроші в таких розмірах. С одной стороны, с другой стороны, вони же не говорять об отмені отмывочно-помывочних до конца. Те самі 11,5% і пресловуті 4,5% Януковича, які шли лично в карман сім'ї, але при цьому спасали нас, бедних, от 50% налога. Це були гроші в конвертах на оплату трудящимся, але при цьому це обходилося в 11,5%, а не в гораздо більше. В цій ситуації як-то всі умудрялись плюс-мінус виживати, ну, поки не дошло до запреділу. Ну, я не стояв з ляхтароком біля Януковича, коли він ділив гроші між собою і тими людьми, які йому їх передавали. Але, в принципі, ми можемо говорити, якщо ми будемо говорити про економічну модель загалом, то давайте говорити про економічну модель загалом. І тут постає питання, яку економіку, в принципі, хочемо побудувати. Яку економіку ми мали, яку економіку ми хочемо побудувати. І тут головне, з чого треба почати, це співвідношення між великим бізнесом і малим і середнім бізнесом. Якщо ми візьмемо будь-яку здорову економіку розвиненої країни, ми побачимо, що співвідношення великого бізнесу з одного боку і малого і середнього бізнесу з іншого боку приблизно є 50 на 50. Ну, приблизно, 45 на 55, десь так, воно коливається в тих межах. В Украине останним часом співвідношение было 90 на 10, на користь, догадайся, кого? Звичайно, что великого бизнеса. Что это означает? Во-первых, это означает очень низкий уровень доброподозначения частей народа, потому что малий бизнес в целом у света не разглядывается как база оподаткования. Он не разглядывается как джерело, находясь до бюджета, а разглядывается как, в первую очередь, джерело рост творения рабочих мест. Во-вторых, это, конечно, основа створения среднего класса, потому что, если человек отвечает, то справа даже не в доброподознании, справа даже не в размере тих сумм, которые семья или домогосподарство может вытратить на себя. Справа в том, что человек, которая сама себе зарабатывает на життя, знает, что она зависит от самого себя, от своих родителей, от своих близких коллег из небольшой команды, и от того, как они побегают, как они попрацуют, зависит от результата. Эта человек налаштована абсолютно другим образом, чем человек, который работает на величезном предприятии. Она налаштована абсолютно другим образом, стосовно своих прав и свобод, стосовно того, как оценивать поведенную политику, стосовно того, как в ней идентичность. Ну, собственно, то, что мы наблюдаем сегодня в варианте «Восток-Запад», это скорее как бы кризис, ну, не знаю, ментальности или идентичности, нежели нечто другое, потому что индустриальный «Восток» и направленный на, собственно, подъем собственной семьи, как бы «Запад» и на самоопределение, скажем, в этом смысле, экономическое самоопределение, да? Это две большие ментальные разницы. Я бы против того, чтобы делить это на Схид и Захид, потому что, если мы будем делить это на Схид и Захид, то у нас вийде так, что у нас в Киеве 30% сходу, а 70% сходу. Слушайте, у нас вообще планктон в Киеве основной, сидящий на потоках, которые перетекают туда-сюда. Разом с тем, Киев – это место, где значащая часть креативной пост-индустриальной сьогодней экономики у нас сосредоточена. Я бы все-таки сказал, я бы назвал это иначе. Я бы назвал это старая модель экономики, новая модель экономики. И за старой моделью экономики, новой моделью экономики можно побачить старое мислення, новое мислення, старые ценности, новые ценности. Давайте подивимось, как оно выглядит. Старые ценности – это ценности, которые можно было бы назвать патернолитские, и слово «патер» – «батько». То есть, что это означает? Это означает, что мы ждем на то, что прийдет кто-то великий, что будет добрий царь, або добра царица. И нам забезпечить все, что нам необходимо. На практике это выглядит, как вимога от государства. Дайте нам все, чтобы нам было хорошо. Если мы подивимось на новые ценности, на людей, которые сами себя более-менее обеспечивают, потому что мы же понимаем, что украинская социология не очень работает, она не очень бьет. То есть, все на сегодняшний день социологические модели, демографические, они не работают. Если вы посмотрите, кто и как голосует, то не работают. Можно не говорить о количестве, когда была последняя перепись населения и так далее. То есть, здесь вообще сложно говорить. Чтобы завершить, это про новое мышление. Это люди, которые в первую очередь покладаются на самих себе. И если мы подивимся на то, что скажет социология, мы увидим две абсолютно разные категории. И противоставление этих ценностей. Люди, которые за работу, а не за карьеру. Люди, которые за безопасность, а не за возможности. Люди, которые за спокойствие, а не за развитие. Люди, которые за доброт, а не за богатство. Что такое доброт? Это чтобы было, как у всех. Ну, чтобы было, как у всех. Не хорошее, не хорошее. И, конечно, что с этими людьми, если мы поднимемся, кто они, там биологический век неважливый. Там важливая... Да, привязка мыслительная. Ментальная, я даже не говорю. Когда мы говорим, что Захід и Схід, то мы встречаем тогда понимание того, что, например, Киев. Киев абсолютно с одного боку. Новая ментальная. С другого боку, тут двоих же був Чорновецкий выбранный мер. Да, и бабушки за гречку. 30% людей тут мыслят таким чином. То есть, какую экономическую модель мы будем? И тут я хотел бы перейти до того, что на сегодняшний день все рассматривают Украину в поточной рамке. Ну, смотрите, как мы начинаем читать новины, то мы уже зануриваемся в них, мы в них тонемо в этих новинах. И не можем думать про стратегические какие-то вещи. А на самом деле, про них треба думать. Валерия, вот говоря о стратегических вещах. Итак, мы когда-то говорили об этом с Павлом Шереметтой. Принцип, который закладывается, ориентировка на крупный бизнес, на индустриальный крупный капитал, либо на средний и мелкий бизнес. В любом случае, это вектор, который определяет государство, так или иначе. Снизу его не определить. Это закладывается сверху. Схемы, которые предлагаются, налоговые ли, помощи субсидирования ли и так далее, они закладываются, собственно, самим государством. Вот в предложенном пакете реформ и так далее, я не увидела попытки переориентации с интересов крупного бизнеса на ту самую позицию, о которой вы говорите, 50 на 50, характерную для европейских стран. Если говорить о реанимационном пакете реформ, то, в принципе, там какие реформы? Мы же знаем, какие там реформы. Там реформа правопорядка, реформа судоустрою и так далее. Нет, я сейчас говорю не об этом, я сейчас говорю о том, о чем было проголосовано в Верховной Раде, то, что было предложено Арсению Петровичу. 28 числа они это проголосовали. И там огромное количество всяких мер, очень непопулярных, начиная от процентов, взимаемых дополнительно там, к депозитному, снижение субсидий и так далее. Там как бы целая-целая ныска. Понятное дело, что они рисуют красивую картинку для МВФ, с одной стороны. Но, с другой стороны, здесь уже могли бы быть заложены какие-то направленности, которые бы позволяли говорить, ребята, они осознали, что путь 90-10% ведет в никуда. Нужно каким-то образом переориентироваться на 50 на 50, делать это по возможности аккуратнее и куда-то идти в этом направлении. Или нет? Я ошибаюсь. Что ты говоришь, то последний пакет реформ или не пакет реформ, то его пакет смин, это какие-то какие-то краткосроковые вещи. Зараз, просто зараз, нам надо что-то сделать, чтобы爸 ОМВЕ сдали. Чтобы обмещали какие-то вещи. А я скажу про другие вещи, я скажу про двустроковые моделеры, потому что так просто податковую реформу не провести. Что ты говоришь, tenemos реформы от изменщевой экономической модели страны, это реформа податковой системы, Это реформа антимонопольного законодавства, это реформа законодавства про працию, я перепрошу, потому что мы знаем, что в нас это також перешкодуется великим барьером. И эти реформы еще никто не начнет проработать. Это величезная работа, и нужно начать сейчас. И начать нужно с бачения. Я все-таки повернусь на позицию человека, который хочет смотреться с статистической точки, чем с тактичной. Что мы сделали? Мы начали, мы побачили свою миссию в том, чтобы начать великий загальнонациональный диалог с приводу того, какую модель мы хотим побачить. Не лишь в экономике, а в разных вещах. Мы начали проект, который называется «Нова Краина». Вон уже два месяца тревает. И на сегодняшний день там была задача интегровать всю реальную интеллектуальную литву наций, экономистов, правников, предпринимателей. Там на сегодняшний день 1900 людей в этом проекте працюют. Для всей Украины. И главное завдание полягает в том, чтобы понять, какую страну мы хотим побудовать. Я очень хорошо помню, я думаю, что ты помните так же, что когда Леонид Данилович Кучма еще не был президентом, еще когда он был премьер-министром, он выходил на трибуну до парламенту. И он питал, слушайте, что мы будуем? Скажите мне, что вы хотите побудовать? Я вам побудую, я умею. Скажите, какую страну вы хотите, чтобы я побудовал? Тогда не было ответственности на это вопрос. И до тех пор нет ответственности на это вопрос. Потому что мы начинаем читать новини. Ну, знаете, в Громадянском проектовном штабе аналитикам заборонено в день читать новини. Потому что, если ты начинаешь читать новини, то ты полностью моментально втрачаешь стратегическую рамку. И, повертащись до проекта «Нова Краина», мы, в принципе, понимаем, збравши там величезную кількість людей, до речи, я хочу сказать, что группа, там 10 экспертных групп за напрямками, там, зовнішняя политика, национальная безопасность, освета, наука и так далее. От группа экономики и предпринимательства, она не больше, там 600 людей працює как-то. Уже хорошо. Більшую або меньшую мерой. Уже оптимистичную. И, звичайно, что большинство этих людей бачить ліберальную экономику и бачить экономику, в которой я сбалансована с той точки зрения, что мы с тобой говорим. Малий бизнес и великий бизнес. Бачение нужно развернувать в стратегию. Бачение, визия – это не вищая стратегия. Стратегия – это податковая реформа, в первую очередь. Мы уже, ты же сказал сегодня про навантажение на фонд оплаты праций. Мы понимаем, что это большая проблема. С одного боку, у нас есть страшное количество пенсионеров. С другого боку, у нас есть певное безработище. С третьего боку, у нас есть фактически несплата традиции, багаторичная традиция, несплата этого податка. Я уже не говорю об офшорных зонах, куда ходит крупный бизнес. Потому что он реально тягарем, который не может поднять. А кроме того, мы же понимаем, что есть новый... В принципе, этот податок придуман в индустриальную эпоху. Да, безусловно. Он придуман в эпоху, когда тысячи людей стояли біля конвейера, або біля мартаиновских печей, або там працювали десь в каком-то иншом промоусловом предприятии. Мальчик-мальчик с компьютером перелетел в другую юрисдикцию и забыли вы про его аналогию. Так, а когда мы имеем тысячу программистов, как у нас есть в Украине... Вы знаете, что в Украине есть большая количество компаний, в которых есть тысяча-две тысячи программистов. И больше. И, в принципе, они стают не очень рентабельными при этом. Нам нужно переглянуть податковую систему с точки зрения того, что мы опинились сейчас в новой экономике. Смотри, Валя, для того, чтобы вы переглядали податковую систему, какую бы замечательную инициативу на уровне новоокраиного не создавали, если эта группа людей не имеет влияния или не может заставить, скажем, правительство идти по определенным флажкам и рамкам, заложенным сообществом, то говорить о том, что изменения произойдут, все-таки сложно. Вариант «услышит» они вас, не услышат, определяется, как мы выяснили, ровно тем, кто и как в состоянии поджать шину. Вот как-то так сложилось в нашем замечательном обществе. Или вы считаете, что возможен как бы диалог, что они в состоянии слышать, они в состоянии ориентироваться, и на них можно, я сейчас говорю, жестко давить? Перше, можно на них тиснути, и это зрозумело, что это уже делается, и это делается. Я особо не могу сказать, что я таким великим прихильником палающих шин. Но мы понимаем, что сегодня это инструмент тиска на людей, которые, в принципе, не очень хотят реформу. Они рады, чтобы они все законсервировали. Но для того, чтобы ответить на это вопрос правиль, это очень короткое и простое вопрос. Так тиснути можно. Но, на самом деле, серьезная, глубокая ответственность поляга в том, чтобы разобраться с урядом. Что такое уряды и сколько у нас их должно быть? Давайте посмотрим. Первое. Мы мали глибочезную конституционную кризу. Не политичную кризу. Что такое политичная криз? Это когда органы влади втрачают деятельность. Это, скажем, как в Италии. Уявляю себя в Италию, парламентская большинство распалася, уряды в отставке. Ай-яй-яй, что сделать? Люди живут в такой ситуации руками. Италийцы пьють вино, кохают женок. Но им это не мешает. И им это не заважает. В них прописано в законе, как в этом работе. Есть конституционная кризиса, набагато глубже. Когда органы влади втрачают надея и здатность, а легитимность, когда они втрачают в очах людей свое право представлять их. Так сталося в Украине. А президент, а парламент після 16 сечня и таке інше. Про уряды мовчу. И в такой ситуации, конечно, из конституционной кризи очень сложно выходить. И вихід из нее, загалом, не очень правовый. Вот, скажем, что это такое? Взяли и усунули президента за той причиной, что он сам усунулся. Мы понимаем, что это соответствует морали, духу закону, но буквы закону такого нет. Так же, как не соответствует буквы закону выход из конституционной кризи 2005 года, когда был третий тур. Но, если мы оставим конституционное право, если мы выходим из такой глубокой кризи, то мы не можем выйти одним урядом. Нам нужны три последовательных уряда. Первый уряд – это уряд, я бы сказал, национального поретунка. Уряд национального поретунка, который должен очень быстро застабилизировать ситуацию в трех сферах. Громадский порядок, национальная безопасность и государственные финансы. А еще простейшую мову, чтобы не было дефолта, чтобы не было вторгнение и чтобы не было сепаратизма и озбройных банд. Мы же имеем какой-то там уряд, который якобы говорит о том, что он в состоянии это сделать. Так. Мы сейчас не оцениваем, что он лучше, что он хуже. Мы говорим про то, что этот уряд не может делать реформы. Мы сейчас про реформы говорим. Давай повернемся до реформ. Давай не будем впадать в тактику. Повернемся до реформ. Мы понимаем, что этот уряд не может делать реформы. Ну, тогда варианта два. Валерия все время пребывает в стратегической плоскости, я же в тактической. Уряд не может. Значит, каким образом сделать так, чтобы что-то могло? Либо менять уряд, либо менять людей в уряде, либо заставлять уряд идти так, как необходимо, для того, чтобы вот то, о чем ты говоришь раз, два, три, в достаточно короткий, но жесткий срок, было все-таки сформулировано. Именно это их заставляет делать МВФ сегодня. Так. Значит, уявится без ситуации, уявится три последовательных уряда. Первый уряд, уряд национального перетонка, застабилизировал ситуацию. Это уряд коалициональный, так, как он выглядит сейчас. Второй уряд, уряд реформ. Уряд реформ, вот будут президентские выборы, после президентских выборов, должны быть уряд реформ. В уряде реформ должны работать только технократы и профессионалы. Почему? Мы же очень четко понимаем, что политик никогда не сделает реформу. Потому что политику нужно выбираться на следующий термин. Конечно. Вы их заставите выбирать, подбирать народ на критерийной основе, брать этих мальчиков и девочек из Гарварда, как предлагал Каха Бендукидзе и так далее. Это зависит от того, кто будет наступным президентом. Мы хотим такого президента, который будет договориться с парламентом про уряд реформ. Как народ поможет договориться с президентом с парламентом про уряд реформ. Я думаю, потому что народ понимает, что так жить не можно, как сейчас. Когда, с одного боку, життя погärшивается, а с другого боку, нема изменений. Люди были бы готовы на погärшение життя, трохи перетерпить, когда бы им сказали, люди, сейчас будут изменения, изменения будут кардинальные, будет немного тяжеловато, певный час, а потом далее все будет очень хорошо. Но такого же нет. Когда изменения нет, то возникает вопрос, зачем мы тут стояли и все таки. И уже третий уряд, после того, как реформи были сделаны, а это реально півроку, потому что консенсус в народе... Ну, это півроку, да? Кілька месяцев, ну, півроку. Мені пощастило нас минулого року з Лешиком Бельсеровичем спілкуватися, який з усіх польских політиків має найнижчий рейтинг на рівні Плінтуса, нікого не підніметься, тому що він провів жорстокі реформи, які називаються шокова терапія, але при том, він є один з найкращих і найпопулярніших реформаторів серед економістів, реформаторів в Європі. І він сказав, 5-6 месяцев – це час, який максимум народ готовий потерпіти, якщо йому пояснити, про пояснити я ще скажу, якщо йому пояснити, навіщо це треба терпіти, і якщо він побачить з перших закроків, що щось змінюється. Люди хочуть змін. Ну, всі цою співають зараз. Коли знов співають цою, це погана прикмета, розумієш? Це для Юлії Володимировна, для нас, в общем. Ну, я маю на увазі, для верхів. Для низів – це класна прикмета, а для верхів – це погана прикмета, коли люди починають співати цього, а це вже проблема. Второй і третий, а потім мають бути парламентські вибори. Ми ж розуміємо, що цей парламент, який є сьогодні, там сидять 200 з чимось людей, які голосували за закони 16 січня. Ми ще не забули, як ми в кастрюльках ходили. І, звичайно, що ці люди мають всі піти. Я дуже радий, що більшість кандидатів в президенти зараз висунули умову зміни парламенту, умову перевиборів, як свою умову, тому що ми всі дуже чітко пам'ятаємо, коли Майдан висував свої умови, то там було повне перезавантаження влади. Зміна президента, відставка уряду, зміна президента, зміна парламенту. Далі до парламентських виборів. Я абсолютно певен, що на парламентських виборах, які, скажімо, будуть восени, ми побачимо дуже мало знайомих назв партій. Можливо, ми не побачимо там удару, свободу, батьківщину, я не знаю. Але вони будуть переформатуватися, наверняка, тому що сложившися ситуації, ми краще вийти під новим брендом, ніж іспользувати погаший старт. І обличчя ми багатьох не побачимо також. Будемо надіятися. Після того той парламент призначає новий уряд, вже третій, який можна назвати урядом нової країни, який потроху вже ситуацію піднімає вгору. Тобто уряд національного порятунку, уряд реформ, не політиків, не політиків, технократів і уряд нової країни. Я ще хотів зупинитися, чому політики не можуть бути в уряді реформ. Хтось колись з британських політиків сказав, в чому є різниця між державцем і політиком. Політик думає про наступні вибори, а державець про наступне покоління. От такі технократи, які є політичними самовбивцями, які один раз проведуть жорстокі реформи. Знаєте, коли собачці треба відрізати хвостика, відрубати, то треба рубати один раз. Не треба говорити, я дуже люблю свого собаку, і я тому буду різати йому хвостика по маленьких частинках, щоб йому не було так боляче. З нами роблять реформи так. В Польщі робилися реформи інакше. Відрубали і зашили. Там було довір'я правительству, і ті люди, які їх ділили, ділили їх з гарячими глазами, а не з гарячими кошельками. І в нас це має бути. Для того треба просто змінити обличчя. Уявіть собі, будь ласка, таку не дуже класну картинку, дуже хвору, хронічно хвору людину, яку є загострення, і треба робити операцію. Перша команда приходить, вона збиває температуру, робить нормальні аналізи, готує до операції. Друга команда – це хірурги, жорсткі, безжальні і професійні. І третя команда – це реабілітація. Валера, ви нас утешили і на стратегічному, і на тактичному рівні. Значить, ребята, від нынешнього правительства ожидати нечого, дай Бог, щоб вони удержали ситуацію в тому віде, в якому вона є. Є, що ми отчіпуємо відмість. Їх можна заставити зробити енне кількість шагів, але рассчитувати на те, що вони базово змінити систему, не приходиться. Значить, єдинний шанс відчасти, який є, це все-таки президентські вибори і можливість привести в качість президента человека, який буде гарантировати нам, що следующим правительством буде то біжалостне, яке буде рубати собачки хвостик. Але після цього хвостика є шанс, що ми, наконец-то, почнемо викарабкуватися із ямы. Ну, по-моєму, дуже оптимістична. Я тобі дуже вдячний, що ти так швиденьшко все в один параграф запакувала, що я сказав. Ну, вот. В цій связі ми обязательно позовемо Валерію ще раз для того, щоб, в общем, поподробніше рассказала о том, що буде происходити з несчастною собачкою, а також о том, які флажки треба виставлять нашому замечательному нынешньому правительству для того, щоб хоч что-нибудь вони і в економічному аспекте тоже сделали. Спасибо вам большое. Ждемо следующего гостя. Дякую.